Говорит имам имна Кудам аль-Махдиси, ва минас-сунна, каулюн-нави, салаллаху алейсалям, а что касается сунны, то это слова пророка, салаллаху алейсалям, где он сказал, Янзил Роббу на Табараку ва Та'аля кулля лейлятин илля санаид Дуния. Нисходит наш Господь, что благословен Он и Велик, каждую ночь на ближнее небо, каждую ночь на ближнее небо. Это хадис достоверный, мы говорили, так передается от цельки от 29 сподвижников, от 29 сподвижников. Говорит ч. Мухаммад, и это хадис муталатир, то есть невозможно его отвергнуть. Говорит ассифа тул ашира ан-н-узуль, не в том смысле, что если хадис муталатир, его возможно отвергнуть. Имеется ввиду, даже нововведенцы не способны его отвергать своим призывом, а то, что принимается только муталатир и не принимается ахад. Так вот, эти хадисы муталатир, они их тоже должны принять. Говорит ассифа тул ашира, 9 атрибут, который устанавливается, говорит ан-н-узуль. это снисхождение или нисхождение Всевышнего Аллаха Субхануа Та'ала. Говорит, Низулю Аллах иля сана идуния, мин саса это сабит, аля губи сунну, ижма и сараф. Нисхождение Всевышнего Аллаха на ближнее небо один из атрибутов Всевышнего Аллаха, который установлен относительно него, сунны и единогласным мнением саляфов. Почему не сказал Кураном? Потому что в Куране нет довода на то, что Всевышний нисходит на ближнее небо. Так вот, что касается ижма и сарафов, можете у себя записать, что имам аль-ашари, то есть тот, за которым следуют ашариты, но затем он отошел от этой идеологии и перешел на идеологию аль-сунну аль-джима. Так вот, имам аль-ашари в своем послании называется «Рисала иля ахли сагар». Передал единогласное мнение праведных предков о том, что Всевышний Аллах нисходит на ближнее небо. Поэтому шейх аль-на-файмин говорит, что этот атрибут установлен сунны, а также единогласным мнением салафов. «Рисала иля ахли сагар». Сагар – это местность такая. «Рисала иля ахли сагар», то есть послание жителям Сагара. В нем он передал единогласное мнение от праведных предков. «Калин-набиев, саллаллах аль-саллама, говорит, сказал пророк, «Наш Господь нисходит на ближнее небо, когда остается от ночи последняя ее треть, фаякуль и говорит, кто взывает ко мне, я отвечу ему». «Кто просит меня прощения, я прощу ему». Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари и муслима. «Праведные предки сошлись на том мнении, что нисхождение Всевышнего Вала на ближнее небо является установленным ему атрибутом». «И поэтому мы также обязаны утвердить этот атрибут без искажения, без аннулирования, без задавания вопроса, как и без уподобления этого творения. И это нисхождение настоящее, истинное, существующее, а не просто воображаемое, так как оно надлежит величию Всевышнего Аллаха». Что касается людей нововведения, то есть аннулирующих в данном вопросе, то они сказали, что под нисхождением имеется в виду «бин узуль амриги», имеется в виду нисхождение приказа Всевышнего Аллаха, «ау рахматихи или его милости, ау малякин миналь маляйка, или ангела из его ангелов». И как мы отвечали на эти шубхаты, когда проходили «хисад саля атикад», говорили, нисхождение милости или ангела, или чего, или приказа Всевышнего Аллаха не ограничивается последней третью ночью, так или нет? То есть приказ Всевышнего Аллаха не посылается день и ночь, в каждый момент существования этого бытия. Также не ограничивается, чем ближним небом. То есть нельзя сказать, что приказ Всевышнего Аллаха нисходит до ближнего неба и на этом останавливается. И что еще? Третье. Говорили то, что ангелы, или милость, или приказ, не говорят, кто будет просить у меня прощения, я его прощу. То есть ангел, который несуславится Всевышним Аллахом, не будет говорить, я прощу его, так или нет? Будет что говорить? Кто просит у меня прощения, Всевышний просит его. Точнее, кто просит у Всевышнего прощения, Всевышний просит его. То есть если бы имелось в виду, что просто не посылается ангел, который сообщает о том, что сейчас Всевышний готов простить, то было бы так, так или нет, не приходили бы слова, кто просит у меня прощения, я его прощу. Кто ко мне взывает, я ему отвечу. И говорит шейх Ибн Усаймин, и мы ответим им на этот их ложный тапфир, тем, что мы изучили в четвертом правиле. Это противоречит внешнему смыслу хадиса, это противоречит невластному мнению салифов, и на это нет у них довода. А также четвертым ответом То, что приказ Всевышнего Аллаха и тому подобное, то есть мил Всевышнего или его ангел, не способны они сказать Кто взывает ко мне, я отвечу ему. Понятно, да? То есть сейчас все эти атрибуты зачитываем, быстро особо не останавливались на них, потому что все они уже были изучены в записи. Говорит